Щитовидная железа самая большая в эндокринной системе человека. Она выделяет тироксин и триодсиранин – гормоны, которые контролируют работу центральной нервной системы, сердца, мышц, внутренних органов, состояния кожи и волос. Серьезной проблемой всего мира является йододефицитное состояние – нехватка йода для синтеза гормонов щитовидной железы. В Республике Беларусь, благодаря принятым государственным мерам, йододефицит был ликвидирован. У нас йодируются и все пищевые продукты, и корма для животных. Йодирование соли привело к тому, что у нас значительно уменьшилось количество пациентов с диффузным увеличением щитовидной железы. Сейчас основные неполадки, которые выявляют врачи-эндокринологи в работе щитовидки, связаны с узловым зобом и гипотириозом – длительным недостатком гормонов щитовидной железы. При узловом зобе в щитовидной железе образуется узелок более 10 мм в диаметре. Только 3% таких образований имеют злокачественную природу. На конец года по Новополоцку с явными манифестными формами гипотириоза и узловым зобом находилось порядка 4,5 тысяч пациентов на учете. Кроме того, есть еще большая группа пациентов, которые имеют легкие субклинические формы. Заболеваемость вообще узловым зобом по Республике Беларусь – это 13,6 на 100 тысяч населения. Среди симптомов, свидетельствующих о проблемах со щитовидкой, слабость и утомляемость. У молодых людей нарушение репродуктивных функций, у пожилых – повышение уровня холестерина, выраженные отеки лица. Пациентам, имеющим патологии, специалисты рекомендуют раз в год делать УЗИ щитовидной железы и по необходимости сдавать кровь на териотропный гормон – ТТГ. Этот анализ очень важен для постановки диагноза. В Беларуси его делают даже новорожденным. Ирина Шипко, Артем Табаков, Вектор ТВ.